Хоккеисты Октана завершили 4-х матчевую домашнюю серию. Повторный поединок с Белыми Тиграми из Оренбурга получился упорным, но и результативным. Гости открыли счет, но наша команда быстро отыгралась. Затем противники поменялись ролями. Пермики вышли вперед, а оренбуржцы ликвидировали отставание. Затем ситуация повторилась. Октан вновь захватил лидерство 3-2, но Тигры тут же вернули равенство. И лишь за полминуты до конца основного времени нашим удалось вырвать победу 4-3. По шайбе в этой игре забросили вежанинов и Агеев. Дважды отличился Владислав Рушенин. На его счету в том числе победная шайба. Ну все-таки на последних секундах мы сегодня четвертую забили и победили. Ну первая победа наша такая полноценная, весомая победа. Ну двигаемся дальше. Я еще раз повторюсь, что появилась игра, появились моменты. То есть требования ребята знают, выполняют. Дальше будем работать, будем расти. Впереди у Октана серия выездных поединков. Первым соперником станут Стальные Лисы, фарм-клуб, представители КХЛ, Магнитки. Матчи состоятся в Магнитогорске 2 и 3 октября. Тем временем молодой пермский вратарь Евгений Аликин в этом сезоне, переведенный из Октана в молот, победил в номинации «Надежда Лиги». Этот конкурс в ВХЛ проводится еженедельно. На прошлой игровой неделе Аликин провел две встречи, отразил чуть более 95% бросков. Один матч отстоял на ноль. Волейболисты при Каме завершают подготовку к старту в Отечественной Суперлиге, в сильнейшем чемпионате мира. Напомним, в предстоящие выходные наша команда проведет матч первого тура. Была проведена большая работа в подготовительный период. Очень большая. Ребята тренировались самоотверженно. Можно употребить такое слово. Провели сбор в Турции. Очень продуктивный сбор. Затем участие в кубке, я считаю, что неплохо. Особенно второй тур. По словам Владимира Путина, задача перед командой сформулирована так. Бороться в каждом матче и постараться сохранить прописку в Суперлиге. Выступать в элите пермский коллектив будет практически тем же составом, что и в прошлом сезоне. Положение финансовое остается достаточно сложное. Но губернатор обещал поддержку. Конечно, бюджет у нас минимальный. Причем он, будем говорить так, в разы меньше, чем у других команд. Но я уже прошел, знаете, все-таки 30 лет занимаясь командой. И я много видел тогда, когда не все решают деньги. И, в принципе, ребята мотивированы неплохо. Настраиваются на борьбу. И, в первую очередь, настраиваются на свой спортивный рост. В первую очередь, получите ценный опыт, который в данной ситуации будет, наверное, главным для нас. Будем бороться с сильными соперниками, которые у нас сильнее исчезли. Ну, пройдем поставим в командную игру. Играем можно со всеми. Главное, с собственным настроем и собственным желанием. Это ама у нас есть. Первым соперником Пермяков станет волейбольный клуб «Динамо» из Краснодара. Матч пройдет в субботу, 29 сентября, в спорткомплексе имени Сухарева. Начало 18.00. Вход бесплатный. Гонболисты пермских «Медведей» также готовятся к очередному календарному матчу, который обещает быть очень непростым. В гости к нашей команде собирается бессменный лидер российского гонбола, 11-кратный чемпион страны «Чеховские медведи». В национальном чемпионате равных этому клубу просто нет. Желание-то у всех огромное. Я думаю, у любой команды России всегда есть желание победить или сотворить сенсацию. Скажем, мы настраиваемся самым серьезным образом. Мы хотим в игре с более сильным соперником, в первую очередь, посмотреть, на что мы способны. Ну и, соответственно, бывает же жизнь чудеса. Почему нет? Игроки пермских «Медведей» считают, что даже такому серьезному сопернику вполне можно навязать борьбу. А, к примеру, для Павла Максимова, который ранее выступал за «Чеховских медведей», эта игра будет носить особый подтекст. Для меня принципиально. Потому что, как бы, ну, мне интересно со своими. Потом мы встретимся после игры. И кого-то, с кем-то подшутить как-то. Мне хочется очень хорошо с этой командой сыграть. Эта команда достаточно серьезная. У нее большой опыт. Игры в Лиге чемпионов. И надо просто настрой. Очень хороший настрой. И главное, в себя верить. И все. «Медвежья» схватка пермской и чеховской команд состоится в нашем городе в воскресенье 30 сентября. Матч в манеже спорткомплекса имени Сухарева начнется в 15 часов. Андрей Сидорчуков, телевизионная служба новостей.